Муфти Дагестана встретился с проектировщиками Духовно-просветительского комплекса Завод Дагдизель отмечает 80-летие со дня основания Как сегодня живет одно из старейших предприятий российской оборонки, сегодня в выпуске Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы Машиностроительный завод Дагдизель отметил свой юбилей Обход цехов и музея на территории завода провели в рио главы Дагестана Владимир Васильев Председатель высшего партийного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Грязлов И директор завода Рауль Ильясов К юбилею готовилась глобальная реконструкция одного из цехов Подробности у наших коллег За высокие показатели и организацию выпуска спецтехники Завод Дагдизель был награжден орденом Ленина, а после и орденом Октябрьской революции На сегодняшний день он отмечает свой юбилей 80-летие Сзади меня вы видите новый цех Его реконструкцию начали два года назад Пока мы можем в него войти Но, по словам работников, скоро он тоже может стать секретным объектом Теперь объем выпускаемой продукции должен увеличиться в 4 раза Вложено более 400 миллионов рублей из федерального бюджета Закуплено новое оборудование Если в новый цех пока есть допуск, то в другие вход строго запрещен Лишь первые лица республики увидели секретный объект изнутри К реконструированному зданию они направились после обхода музея и других цехов Вместе с гостями столицы В их числе председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов Здравствуйте Ну как работаете? Все нормально? Все давно? Да, работаем На ознакомительном мероприятии прозвучало много интересных идей Отметил в Рио главы Дагестана Владимир Васильев Но для их реализации необходимо грамотное планирование, взаимодействие и эффективная работа сотрудников Сейчас вот здесь походу Для меня, например, было очень интересно увидеть уровень подготовленности работников к предприятию Какое современное оборудование на таком высоком уровне работают специалисты Это очень важно Мы заинтересованы, чтобы таких специалистов было как можно больше Реконструкция одного цеха – это еще не все Генеральный директор Дагдителя Раули Лясов отметил, что планируется дальнейшая модернизация Ведь завод выполняет не одну функцию Мы помимо того, что занимаемся вооружением, мы занимались ремонтом судов и сооружений Не только Каспийской флотилии, но и всех судов, которые в прибрежной зоне, в других государствах На этом станке изготавливают детали для новейшего изделия Которые затем направят на следующий участок для переработки Агабек, расскажите, как вообще проходит работа ваша? Работа проходит, все, мы работаем по техпроцессу На этом станке именно изготавливаются токарные фрезерные операции За одну установку По следующим они уходят на слесарный участок Вообще тяжело здесь работать? Нет, не тяжело, освоение оборудования у нас заняло там где-то полгода Сейчас мы уже все знаем и готовы уже работать А вы здесь сколько работаете? Я работаю три года Судопромышленные дизельные двигатели и электроагрегаты на их основе этого завода знают в 34 странах мира Дагдизель является перспективным предприятием, это отметил Борис Крызлов В лучшие его времена здесь работали 12 тысяч сотрудников, сейчас же всего 1800 Конечно, это зависит от закупств Сегодня мы обсуждали и будем еще обсуждать вопрос развития завода, в том числе в направлении судоремонта Здесь Каспийская флотилия и мы говорим о том, что завод Дагдизель может выделить часть своих территорий Для того, чтобы развить судоремонтное производство Это и привлечение новых работающих, то есть создание новых рабочих мест, это увеличение объемов производства По окончании мероприятия сотрудники Дагдизеля были награждены памятными подарками, а сам завод получил подарок метроном Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди накануне встретился с проектировщиками духовно-просветительского комплекса имени пророка Исы Мириму На территории которого будет возведен ряд сооружений В ходе встречи муфтию были продемонстрированы проекты мечети пророка Мухаммада Миримой благословения Общепорозвательная школа, детский сад, музей истории и культуры народов Дагестана Шейх Ахмад Афанди отметил важность рационального и квалифицированного подхода ко всем этапам возведения комплекса А также инициировал ряд идей и предложений для оптимизации проектных и строительных работ с привлечением необходимых специалистов Отметим, что на территории комплекса будут также располагаться здания муфтия Тадагестана, Исламский университет, библиотека, спортивный комплекс, парк и аллея отдыха для горожан до побережья Каспийского моря Власти Саудовской Аравии утвердили план выдачи туристических виз В первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы Получать ее можно только через авторизированных туроператоров В настоящее время попасть в Саудовскую Аравию очень сложно и для этого нужен серьезный повод Приехать в королевство могут правоверные мусульмане и только в связи с посещением святыни в Мекке и Медине в период хаджа или совершение малого паломничества умра Кроме того, въезд в государство открыт для бизнесменов и иностранцев, приехавших в гости к члену семьи Женщины до 30 лет не должны путешествовать без сопровождения мужа или брата, не пустят в страну и незарегистрированную пару Это были все новости к этому часу Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru Ну а сразу после нас смотрите программу Ханжана Курбанова «Ремарка» Не переключайтесь Субтитры предоставил DimaTorzok